В сегодняшнем материале мы поговорим о претендентах на повышение в классе в сезоне 79. Год назад в первой лиге играло 20 команд. По итогам того первенства в высшую лигу поднялись сразу три команды. При этом ни одна из команд места в первой лиге не потеряла. Связано это было с расширением лиги с 20 до 24 команд. В 1979 году в высшую лигу получали путевки две первых команды, при этом покидали лигу аж шесть команд, поэтому борьба в подвале турнирной таблицы ожидалась ожесточенной. Девять республик из 15 имели свои команды в первом дивизионе. При этом белорусская, армянская, узбекская и азербайджанская СССР были представлены в высшем дивизионе, но не были представлены в первом. В то же время команд высшего дивизиона не имели туркменская, киргизская, молдавская, литовская СССР. Особняком стоят еще две республики, латвийская и эстонская СССР не имели в 1979 году команд ни первого, ни высшего дивизиона. В лиге был введен лимит ничьих, 12 матчей за сезон могла команда сыграть в ничью, за все последующие она не получала очков. Это нововведение сыграет злую шутку со многими командами, но больше всех пострадает ярославский шинник. Команда выиграла первый круг, шла в лидерах и во втором, но к концу турнира исчерпала лимит и в итоге не досчиталась трех очков. Также очков не досчитались кутаистская торпеда, Нистру и Днепр, но для них эта потеря была менее болезненной. Впечатлили два новичка лиги, Харьковский металлист и Воронежский факел. Обе команды только вернулись в первую лигу и второй, но сразу прочно обосновались вверху турнирной таблицы. Совсем скоро у обеих команд будет шанс проявить себя в высшей лиге. Металлист воспользуется им по полной и станет середняком элитного класса, запишет в свой актив победу в Кубке СССР. А вот факел закрепиться там не сможет и до конца десятилетия вновь успеет скатиться во вторую лигу. Пока же команды показывали абсолютно разную игру, факел был активен в атаке и за сезон забил 70 голов, став вместе с Кубанью вторым по результативности в лиге. В то же время Металлист осторожничал, за сезон команда забила всего 43 мяча, но при этом всего на два очка отстала от воронежцев. Удивляла в те годы своей нестабильностью Симферопольская Таврия. С 8 на 18 место команда скатилась в сравнении с прошлым сезоном, а затем в 80 году заняла первое место и вышла в высшую лигу. Увы, закрепиться там команда не смогла, хотя прекрасно провела первый круг. В 85 году Таврия уже выступала во второй лиге. До распада СССР команда успела вернуться в первую, а о себе вновь заявила уже в первом чемпионате Украины. Итоговую таблицу того розыгрыша вы видите сейчас. Обратите внимание на высокую плотность команд. Всего 10 очков отделяют десятую команду от второй. При этом от зоны вылета тот же Запорожский Металлург отстоит всего на 4 очка. Явных аутсайдеров всего 3. С 5 места на 19-е скатился Терек. Это стоило команде прописки в первой лиге, куда команда до распада СССР уже не вернется. Не смогла закрепиться в лиге Пермская звезда. Та же участь была у Павлодарского трактора и Фрунзенской алги. Ленинградская Динамо и Калхозч отыграли в лиге несколько сезонов. Ну и для них это был последний сезон в первой союзной лиге. Сюда команды больше не вернутся. 22-летний Степан Юрчишин из Карпат стал лучшим бомбардиром турнира. Всего в 46 матчах форвард забил 42 мяча, 11 из них с пенальти. 4 матча сезона Юрчишин пропустил, так что в итоге его результативность составила один гол за матч в среднем-то сезон. Феноменальный результат. 42 мяча за сезон. Рекорд первой лиги чемпионата СССР за все время проведения турнира. В 1979 году Степан получил впервые приглашение в сборную СССР, представьте себе, игрок первой лиги в сборной. А ведь это было не исключение. Всего же за национальную сборную провел 4 матча и забил один гол. В следующем сезоне Юрчишин в высшей лиге забил всего 4 мяча. За несколько туров до окончания чемпионата стало понятно, что львовским Карпатам со второй попытки удалось вернуться в высшую лигу. Там команда, известная как единственный в истории СССР представитель первой лиги, победивший в Кубке СССР, выступала непрерывно с 70-го по 77-й годы. Выступления команды были отмечены самыми высокими знаками внимания, про Юрчишина в сборной мы уже рассказали. А еще один футболист команды, Олег Родин, был включен по итогам сезона в список 33 лучших футболистов года. Много надежд связывали львовские болельщики с сезоном 1980 года, но жизнь распорядилась по-другому. Лидер команды Юрчишин получил травму, в команде в разгар сезона разгорелся конфликт. Иштван Секич подал в отставку и уступил свое место Ярославу Дмитросевичу. Кстати, в том конфликте Секич принимал немалое участие. Вот только причины его везде приводятся разные. Где-то считают, что все началось с того, что автомобиль подарили Юрчишину, а не многолетнему лидеру команды Броварскому, тем самым разделив команду на два лагеря. Олег Родин же считает, что все началось с того, что Броварского перестали ставить в состав. Без многолетнего лидера росла напряженность в коллективе, которая в итоге переросла в конфликт, закончившийся вылетом из высшей лиги. Вторая путевка в высшую лигу досталась Краснодарской Кубани. Кубань была, как это сейчас принято говорить, командой лифтом. Неоднократно перемещались между первым и вторым дивизионом, в 1979 году впервые получили право выступить в высшем дивизионе. Судьба у Краснодарцев была тоже нелегкой, но в высшей лиге они смогли продержаться дольше Карпат, лишь в 82-м Кубань вылетела из высшей лиги. Лучшим за три сезона местом стало 13-е. Больше после вылета в элитном дивизионе СССР не играли ни Карпаты, ни Кубань. Многие из команд, участниц того розыгрыша в ближайшие годы, получат шанс выступить в высшей лиге. Среди таких, например, Кишиневский Нистур. В 74-м команда уже получала подобный шанс, но им не воспользовалась. Неудачной будет и вторая попытка в 83-м году, но об этом мы поговорим в другом ролике и гораздо позже. А вот запорожский Металлург можно отнести к командам-долгожителям первой лиги. Соперники вылетали, поднимались в высшую лигу и возвращались, а запорожцы все это время являлись завсегдатаями турнира, которые они чаще заканчивали не попадая в десятку. В 91-м году Металлург получит свой шанс сыграть в высшей лиге и впишет свое имя в историю как одна из команд участниц последнего чемпионата СССР. Такой была первая лига в 1979-м году. Турнир, который претерпевал сильные изменения каждый год, не переставал радовать интересными моментами и накалом страсти. До новых встреч!